Это одна из первых встреч главы региона на международном авиакосмическом салоне. С главой Роскосмоса обсуждаются перспективы масштабного проекта «Технополис. Новый звездный». Главное заявление в 2023-м двигателе RD-191 для ракет-носителей «Ангара» будут серийно производиться на пермском «Протон-ПМ». В этом году мы завершаем создание первого этапа – это заготовительного производства, создание центральной заводской лаборатории. И в октябре месяце будет официально введен первый корпус площадью 10 тысяч квадратных метров. Основные этапы – это завершение строительства в 2022 году. Только первый этап обойдется в 7 миллиардов рублей. В основном это средства Роскосмоса. Около миллиарда – деньги «Протона». В целом проект стоит порядка 15 миллиардов. И, как отметил топ-менеджер компании, в следующем году Роскосмос дополнительно выделит на проект еще полмиллиарда рублей. В параллели в новых ледах создается социальная инфраструктура. Кроме того, во время встречи стороны обсудили загрузку заказами НПО «Искра». Наше производственное объединение, которое фактически является главным профильным предприятием Роскосмоса в части электрогенерации. Потребность такого рода аппарата гигантская. Раньше все было забито «Сименсами», другими компаниями. Сейчас в рамках импортозамещения стали делать хорошие машины на несколько мегаватт, позволяющие осваивать Арктику, обеспечить электроэнергией, труднодоступные регионы, куда лучше не тянуть эти лэпы дорогостоящие. Это все тоже Пермский край. У нас есть другая проблема. Мы сейчас это обсуждали, даже посмеялись. Потому что раньше не было заказов, а теперь их столько, и мы уже не справляемся с ними. Это наша совместная работа с Роскосмосом по привлечению заказов, в том числе от «Газпрома». И там большие совместные, вот такая работа. И, конечно, нам очень важно, чтобы ритмично предприятие дальше развивалось. Потому что заказы, они там не то, что это разовые, это долгосрочная программа государства по использованию именно наших технологий. И очень важно, что именно в Пермском крае действительно такие вещи делаются. Дмитрий Рогозин планирует обсудить дальнейшие планы в октябре, во время своего визита в Пермь. Кроме того, стороны намерены перезагрузить систему подготовки кадров для аэрокосмической отрасли. И, кроме того, проводить конкурсы проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. «Космическая деятельность или ракетное двигатель строения – это высший мировой уровень. Понимаете, если наши движки американцы сквозь зубы вынуждены покупать, о чем это говорит? То есть это действительно продукция, которая ломает стереотипы и станционные преграды. Это означает, что люди, которые создают эти двигатели, это лучшие в мире специалисты. Если мы хотим в Перми иметь лучших в мире специалистов, ну давайте их иметь. Вот и все. Поэтому я точно советую. Будем создавать все условия. Еще одна встреча главы региона уже с холдингом «Вертолеты России». И опять же главная тема – загрузка заказами при Камской площадке. Предприятие «Редуктор ПМ». Кроме того, стороны обсудили вопросы сертификации продукции и возможности участия в программах по выдаче льготных займов. Мы переехали в прошлом году и объект подсоциирования программы, где новые мощности по сборке, где испытательные стенды мы, по большому счету, объект ФЦП сдали. В этом году идет, ну уже весь год идет фактически наполнение данных мощностей оборудованием. Это переезд с площадки Удмуртии, да, то есть централизация всех, всей нашей активности на площадке в Перми. Поэтому это работает полномерно по графику. Впервые представлена экспозиция авиационной регионы России. Это Самарская, Ульяновская области, Татарстан, ну, конечно же, Пермский край. То есть фактически на федеральном уровне все они признаны, ну, практически самыми топовыми в аэрокосмической тематике. Всего здесь представлено около 50 компаний. Пермские мы, конечно, все знаем. И особый упор сделан именно на кооперацию предприятий. Всего делегацию Пермского края представили 8 региональных предприятий. Одна из главных визитных карточек региона – ПД-14. К примеру, узлы мотогондолы двигателя, которые сегодня делает Пермский завод машиностроитель, уже прошли опытно-конструкторские работы. В следующем году в составе лайнера МС-21 они пройдут сертификацию. И уже затем компания намерена выйти в серию. Для этого машиностроитель подписывает договор целевого займа с Фондом развития промышленности. Сумма инвестиций – 377 миллионов рублей. Весь проект будет стоить порядка полумиллиардов. Мощности, которые мы должны достичь к 2024-2025 году, порядка 24-34 комплектов. Это очень серьезная задача. И сегодня, используя кредиты ФРП, мы строим у себя новый цех, который будет замкнут на изготовление именно мотогондол. Значит, создаем новое производство, создаем новые рабочие места. Это порядка, ну, от 50 до 150 человек. Ну, зависит от количества заказов. В подобных проектах по конверсии и наращиванию доли гражданки заинтересована корпорация тактического и ракетного вооружения. Еще один проект – композитные эндопротезы. Разработчик этого проекта – Уральский НИИ композиционных материалов. Совместно с Пермским медуниверситетом уже разработан план мероприятий под клиническим испытанием. Мы должны завершить этап государственной регистрации, во-первых. А во-вторых, создать уже производство, которое бы тоже было аттестовано по медицинским стандартам. Ожидаем, что в течение полутора-двух лет мы это пройдем. Сейчас все равно опытные работы продолжаются. Мы работаем со многими медицинскими учреждениями в России. И есть планы выхода и на зарубежные контакты. Это очень долговечный продукт. И сегодня мы уже опробовали это на разных суставах, включая и тазобедренный сустав. Он показал себя очень неплохо. Поэтому надеемся, что за этой технологией и за этой продукцией очень большое и хорошее будущее. А следовательно, заказы для предприятий, которые находятся в Пермском крае. Производство планируется открыть в Нытве в рамках ТАСЕР уже в 2022-м. Полная стоимость проекта — 765 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин